Нескучная поликлиника. В Новоульяновске отремонтировали детское поликлиническое отделение при городской больнице имени Альберт. Губернатор Сергей Морозов осмотрел ремонтные работы поликлиники и провел рабочее совещание по вопросу здравоохранения региона. Нам нужно посмотреть, какие дополнительные финансовые ресурсы мы могли бы направить сюда, на эту больницу. Я веду разговор, мы о пищеблоке тогда говорили, мы говорили о продолжении программы замены окон, но и ряд других вопросов. Поэтому давайте мы обстоятельно проговорим, не спеша, для того, чтобы решить эту очень важную задачу, иметь современное здравоохранение в городе. До 2024 года планируется отремонтировать всю больницу. В 2021-2022 годах планируют провести капитальный ремонт в терапевтическом корпусе, а в 2023 году в здании хирургии провести достойное состояние прилегающую территорию. До конца года в рамках регионального проекта развития детского здравоохранения в медучреждении закупят рентгенаппарат. На эти цели предусмотрено 11 миллионов рублей и срез федерального бюджета. А уже сегодня с маленькими пациентами рады встретиться серый волк, крокодил, кролик и леса, которые располагают к нескучному и безбоязненному получению медицинской помощи. У нас отделение отремонтировано недавно, то есть у нас установлены новые рециркуляторы приобретенные, у нас установлены новые детские игрушки для развлечения малышей, у нас поменяли мебель. То есть все для того, чтобы нашим пациентам, как взрослым, так и деткам было комфортно. По региональной программе «Земский доктор» в больнице работает молодой участковый педиатр Светлана Тимошова. Девушка, окончив региональный вуз, не задумываясь, приняла приглашение на работу в Новоульяновск. Работаю я здесь два года по программе «Земский доктор». Очень рада, что попала именно в этот город, милый городок, хорошая больница, хороший медперсонал, очень мне нравятся мои коллеги. Депутаты законодательного собрания от фракции «Единая Россия» предложили региональной власти вложить финансовые средства в молодых специалистов и новую инфраструктуру. Поскольку мы понимаем, закрытие нескольких производств не улучшает эту ситуацию, и жители вынуждены искать работу в Ульяновске, соответственно, каждый день преодолевать немалый путь. Создание новых рабочих мест является приоритетным направлением, на которое в городе обращено первостепенное внимание. Ремонт в учреждении ведется в рамках нацпроекта здравоохранения. Антон Никонов, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ.